Я был как брат, просто убил его. Ты реально спалился, когда сказал, что у тебя была тактика. Всем привет, ребята, с вами я, PandaFX, и сегодня я буду не один. Сегодня ко мне в гости закачил Максим Эванион, и заскочил-то он неспроста. Сегодня на моем канале будет первая, по крайней мере, в РУ-сегменте уж точно, рубрика «Найти и квиксельную», где мы будем играть не в FIFA, а в Pro Evolution 2020. Тактическая доска у меня уже подготовлена, и, собственно, давайте представлю вам свой составчик. Сегодня у меня на кону будет Садио Мане с рейтингом 92. Если что, рейтинг вы можете чекать вот здесь вот. Просто от перестановки его позиции кажется, что рейтинг у него 76, допустим, или еще что-то. Подумайте, что мы дежурничеством занимаемся. Также оставлю Эден Азара, который я вкачал на все миллион процентов. У него рейтинг 96, вы только вдумайтесь. Безумно жалко будет прощаться с этой карточкой и Келлини 91. Прямо сейчас в режиме лайф я постараюсь придумать какую-то гениальную тактику. Допустим, сюда поставлю. Назара, допустим, сюда. И Мане поставлю, а никуда ставить не буду, оставлю на правом форварде. С вас я попрошу лайкусик. Давайте наберем 20 тысяч лайков, и мы обязательно запишем нечто похожее еще раз, если, конечно, вам понравится. Ну и пишите какие-нибудь классные комментарии. Классные комментарии я лайкаю. Пожаловать на мой ченнел, как говорится. Спасибо, что позвал, сегодня будешь крикать моих игроков. Надеюсь, промах мне уже все. Ну, а может быть, ты моих? Очень на это надеюсь. Так, в общем-то, я пытался тебя запутать, расставил игроков вот таким вот образом. Ну, а я, собственно, выставил на кон Дебруйна 94-го, Решфорда 88-го и Манешечку 95-го. Я их также замиксовал, спрятал в команде между крутых бичей, и ты не попадешь. Я уже сказал об этом в начале, мне кажется, это первый видос вру комьюнсе, именно вот в рубрике найти кликсен, где играть в пес. Так мы вообще с тобой лютые пайсеры. Да, да, я как бы не так часто снимаю пес, но очень часто у него играют без записи, поэтому игроки цены и расставаться вместе с ними не хотелось. Так, в общем-то, кто будет ходить первый, да, камень, ножницы, бумага? Раз, два, три. Камень. Ножницы, ну, ты хочешь первый. Давай, стреляй. Я хочу сразу отмести все, знаешь, там, сомнения, такой ты человек или нет, я убью вратаря. Прям вот сразу стреляя в него и проверяя, кто там. Хорошо, тут рейтинг 75. Опаньки, погоди, это нормально же, может? Не, не, это бичара какой-то, цзшник какой-то. У него на вратаре 75? Я говорю, его начальный рейтинг. Я думал, цзшник на вратаре имеет 75, думаю, что это за цзшник такой. Не, 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 так, все, я его отпустил, покинул команду. Так, давай я сразу, не, я не буду в белки перерасстрелять. Давай я ПЗшника убью. ПЗшник. Я не буду томить, у меня там мистер Бин. Вот прям вот типичный мистер Бин, это Бэйнс. Он прям похож один в один. Окей, я потом ценю. У него еще такая челка, собачки бегают во дворе, от бабушкины похожи, с трижкой. Ну, это было очень смешно. Самое важное крикнуть манешечку, мне кажется, потому что он прям быстро имбовый. Но у меня есть Азар, у которого рейтинг 96. А, замедленнее. Давай я стрельну в левого центрального полузащитника. Ну, что тебе могу сказать? Ты снова промахнулся. Здесь игрок, чью фамилию я никогда не выговорю. Даже не пытайся, у меня с этим всегда проблемы. Давай я стрельну теперь в ЦАПа давай. Хочется вот в ЦАПа стрельнуть? Хосе Арнаис. Промах, отпускай его. Правый центральный полузащитник. Ну, тут стоит опять же Бич. Рейтинг 75, ты опять промахнулся. Да, стрелки из нас такие себе похожи. Мне не везет в таких играх никогда. Давай в ЦОПа. Ты уверен? Может, ЦП? Не-не, я уверен. Там 76, чувак. Ладно, хорошо. Маркус Решфорд. А, Решфорд. Здравствуйте. Первое попадание. Прикинь, у него потенциал здесь. Типа его можно прокачать 37 уровней. Это ж просто жесть. Это и форма получается. Отпустить. К сожалению, ты его не прокачаешь. Самый лоурейтовый из этих ребят надо других оставить. Особенно Дебруйна. Он у меня в стартовой команде, кстати, играет. Но угадать сложно. Давай правый центральный защитник. ПЦЗ. Ну, что, добрый вечер, Майер. 77 рейтинг. Уничтожим весь твой центр. Центральный полузащитник. Может, нет? Не надо? Не, ну подожди. В прошлый раз ты сказал, может, центрального полузащитника. Я такой подумал. Ну, может быть, сюда попробуем. Гросицкий. А, я думал, ты меня специально забайтил. Байтил таким вот образом. Не разгадал. У тебя же по-любому была какая-то тактика. И ты ее придерживаешь. Да, я ее до сих пор придерживаю. А тактика работает, я тебе скажу пока что. Вот, если у тебя он стоит на цапнике и двух форвардах, это будет безумно обидно. Прям, знаешь, таки треугольник в нападении оставил. Давай, чтобы отсечь эту теорию, я стрельну в левого нападающего. Ну, то есть, левый форвард. Тут белый мячик, рейтинг 58. Красиво ходишь. Центральный полузащитник. Центральный может себя оправдать. Левый центральный защитник. Здесь бородатый парень, примерно как я, Жорди Амад. Я думаю, про него шутить лучше не стоит. Воздержимся. Также левого центрального защитника. Бич с рейтингом 76. Я не знаю, когда это делаешь. Может быть, это хотя бы азарт какой-нибудь на позиции цсэшника, нет? Не, я все, фиксировал, это был бич. Черт. Левый форвард. Все, хватит. Наверняка там кто-то есть. Там левый нападающий стоит по своей позиции. Кто же это может быть? Может быть, Мане? Мехмеди. Да что ты будешь делать? Правда, вполне вероятно, что я исковеркал его фамилию как не стоит, но делать ничего страшного. Ну, блин, ну если ты сейчас не попадешь, то я уж не знаю. Я в этом эксперт, я в этом шарю. Давай мы стрельнем все-таки правого защища. Позиция Трента Александра Арнольда. Ты уверен? Да, 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 да. А если даже больше скажу, в следующий раз я стрельну в левого защитника. Ну, один из самых топовых игроков в моем клубе. Келлини, рейтинг 91. Ессс, сравнялся. С сожалению, он меня покидает. Игрок основного состава был. Если у тебя стоит на ЛЗшнике и Цапнике, это прям, знаешь, треугольник, пирамида будет. Красиво. Посмотрим. Так, опускаю игрока, Келлини улетает. Я тут схему нарисовал так, что у меня 10 футболистов было, я только сейчас не заметил. Так, ну давай центрального нападающего я убью. Темнокожий парень и очень быстрый. Кажется, я подозреваю, кто это. Это Стенгз. Да ладно. Он правда быстрый. Я не знаю, кто это, но он хорош. Ты меня забайсил красиво, да? Идеальная ситуация для камбэка. Левый защитник. Я держу свое слово. А почему левый защитник? Ну, ты в какой-то момент обронил фразу, что у тебя была, правда, тактика, и ты ее придерживался. И я пытался разные геометрические фигуры построить. И мне кажется, ты сделал треугольник. Эх, это Назар 96. Если у тебя последний футболист на цапнике, то все, готовься. Это очень обидно. Сколько сил я вложил, сколько тренеров я в него кинул. 20 уровень. Прощай, друг. Ты не был как, брат. Ты просто убил его. Ладно. Вратаря хочу убить. У моего вратаря потенциал 55. Это нифига себе. Это больше, чем у какого-нибудь Таранда Александра Арнольда. Но я его не знаю. Совсем. Прям вот от слова совсем. Это феррандор. Что за невероятное везение. Как я стреляю отвратительно. Твоя тактика дала сбой. Давай допьем этого АПЗшника. Мне теперь безумный интерес. И если это правда, то ты реально спалился, когда сказал, что у тебя была тактика. Это будет красивая фигура. Ну, слушай, тактика была интересная, но нет. Она такой не является, там у меня стоит бич. Все-таки не цапник. Пока у меня есть еще шансы. Право к центральной защите. Ты серьезно? Да. Я даже томить не смогу. Блин, ну это просто невероятно. Я не верю в это. Погоди, мне надо этим выстрелом добить. Тогда я как минимум одного футболиста своего спасу. Если нет, то получается мы квитнем все. Я буду верить в свою теорию треугольников. Вряд ли это нападающий. Значит, центральный полузащитник. Просто у тебя более такой тупоугольный треугольник. Получается. Мы продолжаем игру. Я тема, да, стрянул? Да, ты даже милый стрел. Такой же, как я. Так, вот она минута славы. Правый форвард. В любом случае у тебя кто-то. Давай угадай, Мане или Дебруйна. Вот проверь свою чуйку. Думаю, Мане. Нет, Дебруйна. Но лучше бы Мане, чесло. Ну, Гагай, ты квикнул моего бельгийца, а я квикнул твоего. И теперь получается забавная ситуация. Я вот его отпускаю. Вы хотите отпустить игрока черной яркости? Да, конечно. Хочу, мечтаю. И у нас получается по последнему выстрелу, по последнему футболисту. И получается мы оба проиграли, да? Это невероятное что-то. Как такое еще? Как звезды так сошли, что мы так сыграли? Получается оба квикаем. Так вот, наверное, честно. Да, оба квикаем Мане. Отлично. Это значит, когда все в плюсе. Да, да. Просто невероятно. Я серьезно, я не понимаю. Две тысячи, кстати, за 95-го. Да, забавная битва у нас получилась, конечно. Пустой схват, вообще не футболист. Да, у меня тоже просто пустота. Но надеюсь, в моем ролике на моем канале я оставлю своих футболистов, а твоих квикну всех. И не будет вот такого пустого экрана. Ох, какой злой. Да, кстати, ребята, мы также к Максиму сейчас пойдем сыграем. Найти пиксель в пессе. Переходите. Спасибо, Макс, что заскочил. Это было эпично. Круто. Спасибо, что всех квикнул. Я всегда этим рад. Ну и тебе спасибо, соответственно. А с вами был я, PandaFX. Подписывайтесь на Максима Ивановна. Ссылочка в описании. Спасибо за просмотр и всем хорошего настроения. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok